В Рязани Международный день подтягиваний прошел на нескольких площадках. Их обустроили во всех районах областного центра. Подтянуться на турниках пришли прежде всего юные и молодые горожане. Школьники и студенты собрались на одной из самых больших площадок для воркаута возле бассейна «Чайка». В этом году мы решили поддержать всемирную акцию, своим количеством подтягиваний поддержать не только город, но и нашу страну. Потому что в прошлом году Россия заняла второе место. И участников было где-то более 1200, и подтягиваний 21 тысяча. Мы надеемся, что наш город спортивный окажет большую поддержку в нашей стране, большим количеством подтягиваний участников. Массовости добавили ребята, для которых подтягивания и отжимания являются способом поддержания спортивной фигуры. Перед началом соревнований рязанские и косимовские турникмены показали мастер-класс. Во-первых, это силовой вид спорта, и он довольно-таки популярный и в колледже, и в студенческой среде. И вот этот всемирный день, в принципе, я, в общем-то, приветствую это. Ребята с удовольствием сейчас идут на вот это мероприятие. В пределах 10 раз я считаю, что это уже довольно-таки неплохо. Это средний результат 10 раз. Ну, выше 10 раз это уже, я считаю, показатель довольно-таки приличный, на хорошем уровне. Впервые уличные соревнования по подтягиваниям состоялись в 2011 году. Тогда на акцию собрались около 3000 человек. Однако довольно быстро спортивное движение вышло на международный официальный уровень. Так, 14 сентября прошлого года спортивные площадки были обустроены уже в 53 странах мира. По подсчетам Федерации воркаута и колестеники, в этом году к уличным турникам придет около 15 тысяч спортсменов и любителей здорового образа жизни. Главная цель – побить мировой рекорд общего количества подтягиваний. Такой результат будет показан, если каждый участник сделает не менее 10 повторений.